Наблюдая снизу эту сцену, мне показалось, я вижу гендерный дисбаланс. Вы видите, здесь, кроме меня, сейчас стоящего здесь, 9 женщин. ХХ-хромосомы. Ни одной ХХХ-хромосомы нету. Подумал, серьезный гендерный дисбаланс. Но когда посмотрел сюда, то увидел. З. Эртин Джиманбаев. Мультиплайд. Я хочу вам рассказать три печальные истории, которые на самом деле происходили в жизни. На мой взгляд, эти истории могли повлиять на разных людей по-разному. Кому-то они открывают возможности, кому-то, может быть, кажутся просто печальными сказками или рассказами. 1990 год. Бог меня не миловал. Я врач, реаниматолог. И в 1990 году я работал в отделении реанимации кардиохирургии, института кардиологии. После 10-часовой операции поступил мальчик, 7 лет. Звали его Костя. Операция была очень сложная, так называемая тетрада ФОЛО, когда 4 порока в одном сердце. Шансов нет. 10 часов. Хирурги работали, спустили в реанимацию. К утру его экстубировали, то есть перевели с искусственной вентиляции легких на естественное дыхание. Мальчик проснулся. Представляете, огромная реанимационная кровать, маленькая тельца. Очень красивый мальчик. Большие голубые глаза, огромные ресницы. Очень наблюдательный, вежливый, добрый. И когда он проснулся, он все время говорил, не бойтесь делать уколы. Делайте уколы, делайте все, что надо. Я очень хочу жить. Я хочу учиться, я хочу знать многое. На второй день он выучил имена всех врачей, всех медсестер, санитарок. Обращался к ним исключительно по именам. Он просил рассказывать ему разные истории, сказки. Врачи это делали. Делали анализы, и мальчик всегда спрашивал. Доктор, скажите, как у меня анализы сегодня? Но, к сожалению, во время операции грудная клетка вскрывается таким образом, что заводится ленточная пила под грудину. И движениями распиливается поперек. Затем сбоку прижигается электроприжигателем. У мальчика начались нагноения. Хирургам приходилось срезать края грудины. Срезали до тех пор, что грудины не стало. Остались только торчащие ребра. Сердце открытое. Ну, под перикардом, салфетки, которые увлажнялись антибиотиками и анальгетиками. Ну, развернутая грудная клетка. Все прекрасно понимали, что шансов у мальчика нет. Но мальчик всегда смотрел так прямо в глаза и так просил, чтобы его взяли за руку, подержали, поговорили. И все время спрашивал, мне лучше, когда меня переведут. Через какое-то время, это было около пяти часов вечера, у мальчика остановилось сердце. Я скажу, что пришли на момент реанимации и вся операционная бригада, все хирурги, перфузиолог, анестезиолог. Пришли даже коллеги, которые не принимали участие в операции. Около часа делали бессмысленное действие, пытались реанимировать мальчика. Когда остановили, то нужно было видеть, что все, кто находились там, самые циничные врачи, это хирурги, реаниматологи, анестезиологи, все плакали. Взрослые, огромные дядьки, тетеньки, у всех были горючие, большие слезы. Эта история, на мой взгляд, показывает то, насколько было стремление у маленького мальчика жить, как он хотел. Он хотел помогать своей матери. Он был один у матери, мать была одинока. Он говорил, что я буду делать все для мамы, чтобы ей было хорошо. Но, к сожалению, если мы посмотрим на сегодняшнюю жизнь, да и не только сегодняшнюю жизнь многих наших людей, которые окружают нас, то мы видим, как мы относимся к своей жизни, насколько эффективно мы проживаем ее, проживаем ли мы каждый час, каждый день так, чтобы это было неболезненно для себя, для окружающих. История номер два. Эта история произошла, когда я учился на втором курсе. Мы поехали на поезде Бишкек-Ош, на автобусе Ош-Кульча, дальше на вахтовке Гульча, Алай, на границе Чоналаем. У нас было 12 парней. Нас поселили высоко в горах, где-то на крайней деревне. Была крайне тяжелая работа. Но всем хотелось работать, зарабатывать. Шабашки, работа в Искогорье. И мы очень сплотились в этой работе. Кроме того, не знаю, как сейчас, но в то время достаточно часто были разные конфликты с местными джигитами. И вы представляете, 12 парней, которые защищаются сломами, лопатами, вилами. И джигиты на конях. И там такая тактика. Два коня, аркан привязывается к седлу, затем они резко разъезжаются, пускают галопом и смытают толпу. В общем, полтора месяца мы там прожили, сплотились до нельзя. Казалось, что ничто не сможет, ну, нас, так скажем, разбить как команду. Однако в конце, в последний день нашего стройотряда, командир отряда берет огромный пакет с деньгами и начали дискутировать, как распределять эти деньги. А дискутировали с отряду обеда, ни к чему не пришли. Дискутировали после обеда, ни к чему не пришли. Каждый считал, что он работал больше, эффективнее, или он был более мастеровит. В общем, решения, устраивающего всех, не нашлось. Командир в бешенстве берет пакет и швыряет деньги в воздух. Подавитесь. Часть ребят бросается на землю, ползает в грязи, в пыли, собирает деньги друг у друга. Отбираете деньги, запихивая куда могут. Первый раз в жизни я видел тогда людей, которые потеряли достоинство просто из-за денег. С тех пор для меня отношение людей к деньгам стало мерилом их порядочности и достоинства. Не дай Бог никому из нас не терять его ради денег. И вопрос может быть цены, во сколько мы оцениваем себя, свою честь, свое достоинство. История номер три. 1993 год, тогда я уже был в бизнесе, однажды, это было летом, был звонок. Ну я беру телефон, звонит мой партнер Игорь. Говорит, Игорь, приезжай, Игорь говорит, Иркин, подъезжай по такому-то адресу. Срочно. Бросаю трубку. Я не понимаю, беру такси, приезжаю в частный дом, звоню, открывается дверь. Два здоровых качка меня запихивают во двор. Там стоит еще где-то 7-6 огромных таких парней. Двое из них с оружием. Двор, стол. На столе привязанно лежит Игорь. Бандиты. Андрей, Игорь, вернее, попался тогда ракетчиком, как тогда их называли, и они требовали денег. В общем, мне поставили условия. Иркин, к пяти часам ты должен провести 12 миллионов рублей. Если не провозжишь к пяти часам, штраф, плюс за каждый час просрочки 100 тысяч рубликов. Я выхожу, сажусь на такси, домой ехать не могу, потому что не могу звонить из дома, чтобы никто не знал, останавливаюсь возле телефонного аппарата. А ситуация была в чем сложна? Даже если у тебя на счету в банке были деньги, в те времена снять наличность было непросто. До 30-40% отката нужно было дать, плюс через 2-3 недели может быть ты получишь наличные. Деньги тогда крутились очень быстро, и люди друг другу денег особо-то не давали. Плюс бандиты знали, где живет Игорь, где живу я, ну то есть они все весь раскладали. Обращаться в милицию было бесполезно в те времена, ну может быть и сейчас так же. Но была суббота, и надо было решать вопрос. Я взял записную книжку и стал обзванивать всех подряд с просьбой занять денег то, сколько может. Я обзванивал всю телефонную книжку, ни у кого денег нет. Уже стал звонить мало знакомым людям. Парень какой-то по имени Султан говорит, подъезжай, поговорим. Я приезжаю, он только закончил продажу цветных телевизоров, ну продал целый контейнер. Он не спросил ни залог, ни квартиру, ни срок отдачи денег. Он просто отдал молча эти 12 миллионов рублей. Я опоздал на час, ну удалось договориться, деньги мы отдали, освободили Игоря, Игорь потом продал квартиру, уехал. И какое-то время приходилось отдавать деньги Султану. Эта история поучительна для меня тем, что можно, оказывается, найти людей, которые могут выручить тебя в самый трудный момент, в самое трудное время. С тех пор с Султаном мы дружим, и я верю, что история о жизни, история о деньгах и история о дружбе открывает возможности, которые есть перед нами. Всем благ вам. Спасибо.